Современные молодежь совсем не читают. Они не знают ни одного произведения. Часто мы можем слышать подобные высказывания от старшего поколения. Однако наивно полагать, что нынешние подростки вообще не проводят досуг за чтением. Мы не видим их в библиотеках, но ведь теперь многие перешли на электронные ресурсы. Исследование Национального агентства финансовых исследований показало, что больше всего литература осваивают молодые россияне от 18 до 25 лет, и в основном это жители Центрального федерального округа. Вообще я замечаю тренд к увеличению количества читающих, потому что вот эти все мероприятия просветительские, книжные клубы у нас очень популярны. Это все подстегивает людей читать больше книг. И тут не только художественную литературу, многие читают литературу о саморазвитии, научную фантастику, как я уже сказала, или научно-популярную литературу. То есть она постепенно также становится актуальной. Литературный мир подстраивается под запросы современной молодежи. Сейчас среди них набирает популярность жанр янг-эдл. Новые произведения начинают охватывать современные социальные проблемы, такие как расовые, гендерное неравенство, дискриминация, ментальные заболевания и многие другие темы, которые ранее редко освещались в молодежной литературе. Долгое время произведения в жанре фэнтези пользовались особым спросом среди молодых людей. Подростки и сейчас продолжают читать подобные книги. Но в последнее время можно заметить медленные изменения тенденций. На смену приходит жанр автофикшн. Он представляет собой особый вид литературы, который сочетает в себе элементы автобиографии и вымысла. В последнее время свою актуальность сохраняет Стивен Кинг, автор известной хоррор-литературы. Этот жанр тоже актуален до сих пор, и его произведения читают и покупают. Если мы говорим про русскую литературу, можно отметить, что продолжают читать Перумова, тоже фантаст, Водолазкин, если мы говорим про серьезную литературу. Ну, в зарубежных, наверное, их просто масса. То есть «Голодные игры», я цикл уже назвала, либо «Друга». У нас есть тоже писательница, которая пишет на стыке такой мистической литературы и Янг Далт. Ребекка Куанг, тоже американско-китайская писательница, которая обращается и к темповестке, и к постколониальной ситуации, и к фэнтези. У нее такой комбо даже, можно сказать. Ну, и, наверное, Гибсона, основного такого известного автора киберпанка, также можно назвать. Все больше и больше подростков обращают свое внимание на азиатские книги. Интерес к китайским новеллам, корейским манхвам и азиатскому сеттингу в фэнтези – один из признанных трендов. Считается, что популярность пришла именно с расцветом дорамных и анимационных адаптаций. На полках многих ребят можно найти мангу. Появляется интерес к азиатской культуре, к азиатской литературе, особенно корейские, китайские произведения в последнее время востребованы. Ну, и вот этот формат манги, он тоже популярный, при этом, как бы, именно, то есть, обычную литературу мы можем в аудиоформате, да, послушать, а мангу, как бы, надо читать, поэтому, мне кажется, именно с этим еще связано увеличение продаж манги, вот, потому что покупают именно бумажную версию. Научная фантастика, включая жанр киберпанка, действительно остается востребованной среди молодежи, благодаря своей футуристической и инновационной атмосфере. Многие зачитываются любовными романами, а в последнее время популярностью пользуются произведения, где кто-то из влюбленных умирает. Детективы, в свою очередь, остаются популярным жанром благодаря интригующим сюжетам, загадкам и разгадкам, которые могут захватить внимание читателей. Резидент Каримова, Богдан Священко, Универновости.